Разработка прототипа государственной криптовалюты Таиланда. Центральный банк Таиланда нанял немецкую технологическую компанию GSKD Variant G Plus D для разработки прототипа государственной криптовалюты для розничных платежей. Согласно информации о закупках, опубликованной банком Таиланда, регулятор выбрал GSKD Variant для разработки доказательства концепции государственной криптовалюты для розничных платежей. Центробанк Таиланда выделил на проект 10 миллионов бат, или эквивалент 320 тысяч долларов, включая налоги, регистрационные сборы, транспортные и другие расходы. Розничные и государственные криптовалюты отличаются от оптовых тем, что они расширяют возможности национальной валюты в сфере платежей, в то время как оптовые относятся к инфраструктуре межбанковских расчетов. Привлечение к проекту международного поставщика технологий свидетельствует о том, что Банк Таиланда продолжает двигаться к цели по запуску государственной криптовалюты в течение 3-5 лет. В апреле регулятор открыл общественное обсуждение запуска государственной цифровой валюты и ее возможностей, которая продлится до 15 июня. Напомним, что прошлым летом Центральный банк Таиланда начал тестировать цифровую валюту с крупными финансовыми учреждениями, а в сентябре планировал испытать ее совместно с Управлением денежного обращения Гонконга. Другие регуляторы по всему миру также изучают концепцию государственной криптовалюты. Недавно стало известно, что Центральный банк Швеции сотрудничает с коммерческим банком Handelsbanken для тестирования цифровой кроны и возможности обработки платежей в государственной криптовалюте. Кроме этого, комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда SEC рассматривает возможность регулирования сектора децентрализованных финансов DeFi. Об этом говорится на сайте ведомства. По мнению SEC, связанная с токенами делительность может потребовать получения лицензии от финансового регулятора в будущем. Выпуск цифровых монет должен быть санкционирован и контролироваться комиссией по ценным бумагам и биржам, а эмитент обязан раскрывать информацию и предлагать активы через порталы токенов, лицензированные в соответствии с указом о цифровых активах, отметили в SEC. Глава финтех-стартапа Ava Advisor Ниран Провитана в комментарии Bangkok Post назвал требования властей разумными. Он указал на количество находящихся в обращении сомнительных токенов. В разговоре с Decrypt представитель проекта Future Чарльз Сторри заявил, что инициатива SEC вредит криптовалютному сообществу. Комиссия демонстрирует их непонимание permissionless технологии. Регулирующий орган должен поощрять эти новые предприятия, сказал он. По информации Farclock, ранее Центральный банк Таиланда анонсировал внедрение правил в отношении стейблкоинов, обеспеченных иностранными валютами, активов, а также алгоритмических стабильных монет. В мае стало известно о планах местного управления по борьбе с отмыванием денег обязать биткоин-биржи сканировать чипы, встроенные в идентификационные карты граждан при открытии новых счетов. По мнению редакции канала CryptoDealers, именно Таиланд заменит Гонконг в рамках предоставления лучшей юрисдикции для крипто-стартапов.